В книгах Карлоса можно было очень убедительно понимать то, что догадывался сам. Оказывается, всему вину и наши мысли, которые постоянно постоянны, которые так просто называются, внутренний диалог. Все проблемы исчезнут, когда их надо просто остановить. И мы в юности свято верили, что это на раз-два-три очень можно, потому что это было очень... Раз-два-три ничего не говори там, да? И в какой-то момент, когда в какой-то момент сознание или там в уме становилось чуть-чуть тихо, мы были внутренне гордым, мы думали, ну да, мы так же... Стоим, диалог, молчим. И между собой с кем-то, с одиномышленниками. Ну что, главное же это остановить. То есть в какой-то момент жизни становился Карлосом, который европеец, который попав куда-то и... Проживает вот этот опыт, как я сейчас понимаю, освобождение, рассвобождение, перепрограммирование современным языком, ну, растождествление такого. И вот это очень сильно вдохновляло. И с другой стороны, думали, ну вот это же должен быть учитель, это же вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, вот учитель должен быть. И причем это все будет не так легко. Никто не будет говорить, что это прямо как конфетные пути, это как попить кофе. Это очень трудно, и поэтому когда, как ты встречался с личными какими-нибудь проблемными ситуациями, это вдохновляло, поддерживало. Вот это крупный тиран, вот это сейчас ситуация. И она вдохновляла на то, чтобы легче освободиться. И тот, и другой образ. Он работал. Была такая же внутренняя терапия с самим собой. Он поддерживал меня очень.